всем привет сегодня у нас очередная распаковочка спаковочка обменчиков и вообще у меня сегодня 22 посылочки с обменов в каждой из них там что примерно по 10 пробок то есть я их получил в разные дни но решил все записать в один так сказать день потому что хотел поговорить вообще про обмен про обмен пробок и соответственно пока параллельно тут разговариваем соответственно посмотреть какие пробочки пришли потому что пробочка там в каждом письме 10 штук это мало и каждую если распаковочку делать это не очень интересно на этом смотреть давайте начнем вот с это это посылочка прислали пришла из города не сейчас уточнюсь у меча город есть такой в брянской области я в таком город не слышал ну вот впервые услышал вот такие вот марочки интересные там наклеили обычно марки там все вот такие только по 25 рублей в этот раз таки интересные наверное сохраню даже теперь распаковывать потихонечку смотреть и соответственно смотреть что за парочку было 10 мы обменивались 10 на 10 допущение что-то больше не знаю ну да походу может еще какие-то положил да он еще положил те которые парочку или сколько тут которые видимо у него валяется в обмене ну и так популярная в принципе так давайте смотреть там было всего 10 пробок такая была точно такая была точно такая была точно такая блесла какая-то кстати вот какая-то белорусская потом вот это . это пробочка 9 еще какая-то было еще одна пробка не очень помню может быть вот это вот но еще бонусом видимо он положил такой я чуть не помню он бонусом нет но бывает что-то кладу учет я не очень помню может быть даже что-то полно вот такая такая и соответственно вот такая полочки так вот давайте поговорим об обмене это пока первая посылочка пока мы пробушки все смотрим поговорим об обмене в общем все знают что такой обмен пивными пробками это когда соответственно человек у тебя выбирает пивные пробки которые нравятся ты ему скидыш фотографии своего обменника то есть это те пробки которые у тебя если есть в двойном экземпляре либо те пробки которые тебе не нужны то есть есть человек который собирает кока-колу ему например там пробки от заводов не нужны каких-то пив заводов там соответственно он их кладет в обменник ну и соответственно ты присылаешь свой обмене человек тебе присылает свой обменник по обменам как я ищу людей с которыми меняться то есть я просто еще вконтакте есть группа пивные пробки прям просто пишите в контакте группа пивные пробки сам большое количество людей в этой группе в какой группе сам большое количество людей вот именно эта группа самая распространенная она мечте телефон телефон брать не хочу то есть просто вконтакте можно найти группу самым большим количеством посетителей по подписчиков можно так сказать, посетителей, подписчиков, не посетителей, а подписчиков, количеством, сообществом людей, вот, соответственно, выбирайте, заходите в эту группу, подписывайтесь, это не реклама группы, потому что есть и другие группы с меньшим количеством подписчиков, я также на несколько из них подписан, но в них, ну, часто меньше люди выкладывают постов на стену, они менее модерируются, вот самая группа с большим количеством людей в этом сообществе по пивным пробкам, она чаще модерируется, всякий шлак, они на стену не дают выкладывать, вот, как-то я тоже пытался написать в эту группу, поменяться, выкладывал фото, там, фишек, у меня были фишки, я хотел обменяться на пивные пробки, думал, может, кому-то это надо, но эту, как бы, запись не пропустили, удалили, ну, там, отредактировали админы, но для меня это не критично, вот, соответственно, заходите в эту группу, смотрите всех тех людей, то есть, конечно, там людей, там, я не знаю, сколько там, большое количество людей, вот, огромное количество, вот, и, соответственно, там, давайте, сейчас я все-таки вам найду ее, покажу, сейчас в контакт за одну, момент, момент, ночью вот такая вот группа коллекция пивных пробок конечно можно было полчаса парад не болтать сразу показать просто не хотел сменить из телефона вот в эту группу я захожу значит тут 39 тысяч участников я схожу вот правила группы написано все это не реклама групп это просто вот чем я пользуюсь ну и соответственно вот люди которые выкладывают тут разные свои пробки то есть напишите к этим людям которые обычно стене что-то выкладывают постят то есть они такие видим видимо активные люди пишите им и говорить соответственно предлагаете просто обменяться вот то есть вот по своим ощущениям то есть по обмену то есть вот 70 процентов людей которым я пишу предлагаю обменяться из этой там группы все мне там 70 процента говорят у нас все есть или там ничего не заинтересовало а 30 процентов но это где-то получается вот с этими людьми людьми обменяться вот вам соответственно примером и вот еще соответственно примеры еще и все там в этом выкладывал что с кем-то можно обменяться у меня самого обменник небольшой примерное там количество ну может 100 пробок может чуть побольше я не знаю такой сейчас у меня уже этот пакет то есть до этого я как просто их выкладывал ну там примерно на подоконнике или на столе фотографировал отправлял но из-за того что места много занимает я решил просто сейчас все в пакет сложить мне уже что-то что-то уже этот обмен немножко поднадоел но это я попозже скажу вот ну и в общем вот хотел сказать сначала что соответственно 70 процентов примерно вам скажут что мы не меняемся но все равно найдутся те люди что скорее всего которые не так давно как бы находятся ну не так давно всем этим сменяются то есть и и у как у которых не очень большая количество коллекция количество пробок в коллекции соответственно они скорее всего с вами поменяются вот обычно как это происходит я сбрасываю обязательно надо спрашивать перед обменом забрасывать свою фотографию который человек у вас выбрал пробки и соответственно чтобы этот человек выбрал выбранные вами пробки тоже сбросил то есть если там человек не сбрасывает пробки там фото то скорее всего это мошенник потому что в этой группе в которой вот я вам показал который я именно пользуюсь в ней очень много мошенников то есть там у них даже есть черный список в который они добавляют там людей которые ну кидают людей на деньги например там продает пробки а потом оказывается что ну типа людей блокирует и пробки не отсылает и деньги не вызов не возвращает вот то есть я скидываю свое фото обязательно спрашиваю фото того человека который мне должен отослать соответственно когда мне человек присылает фото я смотрю некоторые крышки они возможно не очень но такого качества хорошего бывает что какая-то пробка вообще не очень нравится я прошу ее перефотографирует с обратной стороны чтобы видеть там может она прям вообще ржавая или какая-то то есть какие у меня были случаи замены вот этот вот пример то есть например по количеству то есть вы выбираете например 10 пробок и человек вам тоже 10 пробок выбирает многие люди многие вот кто обменом занимаются они бывает acid do it просто проке чисто так то есть не хваляется нам 2 или 3 Martomi пробки или просто some пробки мне жалко не дайте дывает вам в письмо там пробки чтобы ему пришли пока он пришли помимо того что у нас есть то есть вот какие-то вот из этих я не помню какие-то но вот эти я явно не выбирал тому что у меня они есть в коллекции la вот вот это я не помню и две вот соответственно докидывает пробки но это делают не все я тоже не всегда так делал в общем получается как я как делаю я бывает дайте даю бывает не дайте 2 но бывает и у меня не все пробки хорошего качества то есть некоторые покоцанные некоторые поцарапанные некоторые вообще ушатанные например валяется меня тут рядом она не ушатанная но очень старая бычкарёв ведь такая уже вся того что я вот или ну вот это вот есть у меня такая была бы наверно я просто ее докинул то есть написал бы что типа в обмене и не будем учитывать ее лучше просто так положу если человеку она нужна то пусть лежит то есть смысл что мы не знаю если пробка старая ржава и оно как-то из меняться на хорош это тоже такси то есть когда будете меняться пробками как я делаю то есть старайтесь меняться на равноценной пробки то есть если пробках старая российская то есть лучше искать чтобы человек он предлагал 2 российский либо сами предлагать старороссийский на старороссийский не так например если какая-то старороссийская яр пиво очень классная там пробочка я имею там есть например такая как нигде там вот обычная яр пиво есть такая где медведь нарисован на ней есть такие пробочки на меняться на какой-нибудь например современной даже европейскую пробку которая вот буквально два года назад под вышла или просто она такая классная какая-нибудь я бы не стал то есть я бы лучше старую на российскую на старую российскую поменял ну и соответственно старую европейскую на старую европейскую в европейских очень сложно разбираться это надо как бы уже хорошо шарить в пробках и понимать какие из них старые какие новые какие редкие какие нередкие вот то есть лучше меняться равноценно и если уж пробочка старая то уж нужно киньте ее там как бы если она вся старая гнилая вот так но еще какие случаи были по обмену то есть вот я говорил что писал людям кто-то вам ответить кто-то нет был такой случай что я написал тоже человек предложил меняться то есть со всеми с кем я менялся меня никто не не кидал не было такого что прям я отправил кому-то пробки а мне не отправили один раз вот сейчас я только отправил одному человеку пробки мы уже с ним меняемся второй раз то есть первый раз мы с ним отлично все поменялись вопросов никаких второй раз я ему скинул пробки он мне сказал сейчас погоди они там придут мне какие-то там новые он не скинул но вы там я ждал месяц короче там чтобы с ним поменяться в итоге короче написал там у него в обменнике особо новых пробочек не появилось ну на мой взгляд который мне бы как бы были нужны ну да ладно в общем он у меня там выбрал 20 пробок я у него 20 чем там 20 короче пусть будет я у него 23 может я его выбрал что-то порядка там может 10-12 соответственно я ему отправил но сейчас ему уже даже письмо пришло но мне он так пробочки не отправил то есть не знаю почему может какие-то там дела или еще что-то но если мы в первый раз нормально поменялись то есть есть вероятность что ну скорее всего он отправит но я не знаю почему он заходит вконтакте он заходил читал но почему-то не отправляет может у него занят может болеть может еще что-то бывает то есть вот один человек который там с которым мы тоже меняемся тоже пытаемся там уже месяц поменяться ему важны именно значки на пробках то есть его надо по целую вот такую кучу пробок отфоткать прислать показать какой вот где значок где чё находится ну это конечно утомительное занятие но если человеком как уже говорил что ты меняешься меняйся и как бы поступай но по справедливости то есть если там договорился тоже так и делать ну вот соответственно он тоже медленно все происходит он тоже тут написал лучше хорошо написал я сейчас приболел немножко типа ну все посмотрю попозже вот как бы адекватное поведение то есть вот один человек я говорю от про не отправил пока еще мне но мы уже с менялись но как бы до этого вот с кем я менялся я не знаю сколько был человек может человек 10 никто меня не кидал там ну то есть я не очень много менялся я меняю столько по россии зарубежными не никакими не меняется что я там пробки короче траги это проще проще вообще тогда зарубежные пробки купить там он их продают по нет не так дорогой цене и большим количеством чем отправлять там зарубеж там то есть это почта мне кажется там услуги почта ну и сейчас соответственно со всей ситуацией особо там никакими там странами европы вроде как не меняемся не меняются они особо и соответственно говорю услуги все эти дорогие а раньше менялись искали через фейсбук сейчас там этим особо ничего не пользуется вот то есть и какие еще горы случаи были вот еще был у меня такой случай парень один меня написал мы с ним тоже выбрали пробки и вот он плод зайдет я вот мне уже обмен немножко под надоели сейчас вот объясню почему тоже вот был такой обмен он за заходит в контакт присылает я ему присылаю свои пробки он уходит на следующий день заходит там горит я пришлю там ведь он присылает часть ну я ему там пишу что вот давай счет то добавим он он короче опять куда-то уходит опять на следующий только вечно прихо заходит потом а не отвечает день потом два не отвечает потом когда я говорю ничего там меняемся да да все меняемся короче им опять фотографию скидываю он свою скидывает да да все пробочки отмечены потом я уже надоедает я говорю ну скажи мне кого эти адрес я тебе отправлю короче эти пробки но типа он мне пишет свой адрес и я такой думаю блин отправлять не отправить вдруг он не не отправит и короче я пока думаю я пока не буду отправлять и потом я уже все вечером запаковывать там то есть как же как запаковывается берется там бумажка там на каждой пробке все заворачивается там вот обклеивается бумажечка да то есть там со всех сторон там все скотчем там пишется адрес тут тут это если подешевле это если не заказным письмо вот это вот эта посылка первого класса считается вот такой пакет на почте а если ты сам делаешь то оформляется все через почту россии через сайт и ты там сам выбираешь то есть сам все заполняешь взвешиваешь письмо сколько она грамм там через сайт все забиваешь то есть просто на почту приходишь хотя уже трек номер присвоен ты говоришь мне отправить письмо или там отправить бандероль и она соответственно там женщина клеит марочки и отправляет вот ну и все соответственно я вечером там все сидел запаковал ну грубо говоря запаковали там 40 минут наверное все потратить потому что там пробок тоже что был порядка тридцати вот все потратила сделали тип как бандерольки короче с утра он мне пишет что блин я короче уезжаю я говорю блин ну так типа обмен давай отменяем обмен я твой блин говорю ну так не делаемся не делается вроде договаривались о чем-то теперь теперь тип не меняемся вот и в общем в итоге он пишет через неделю давай в общем я пишу через неделю и все и там больше месяцев там не ответ не привет а короче короче как то так выше мы так с ними не обменялись потому что он пропал вот хотя вроде обещал какие еще были случаи по обмену ну так в целом говорю никто вроде не подводил утомительно говорю что ты у тебя этих очень пробок много утомительно фоткать если по знакам там люди все это выбирают и много например по знакам выбирает пишу например по обмену очень многим людям и они выбирают ну как кто-то конкретно коллекционирует кто-то зарубежную какую-то фирму коллекционирует hambaда lehanrickin или еще какую-то кто так свои а конкретно коллекционирует колу кто-то конкретно коллекционирует пластиковые крышки кто-то конкретно винтовые крышки то есть все эти люди сидят в сообществе и на кто-то там по каким-то значкам именно заводов коллекционирует какие-то определенные то есть люди могут ну там отказать тебе я, ну, сказать, типа, не меняюсь там, потому что я там вот этим занимаюсь. То есть, надо искать просто тех людей там, и кто будет меняться. Вот. Короче, по обмену, говорю, меня вроде так никто особо не подводил, а надоедает то, что то, что вот это утомительно месяц выбираешь. Я помню, что после Нового года, в новогодние праздники я писал людям там, давайте обменяться, и просто вот, видимо, все были на праздниках, все отдыхали, и мы просто за вот вечер я там с тремя человеками договаривался обмениваться. Три или четыре человека, наверное, просто. И мы вот за вечер обменялись. А некоторые вот люди, то есть с некоторыми мы договариваемся две недели. Вот, например, какой-то был обмен, я не знаю, может, вот этот второй обмен и есть, мы две недели только договаривались. Не, не он, наверное, там другой какой-то был. Вот мы две недели договаривались, чтобы обменяться. Вот он он мне скинет пробки, потом он на три дня пропадет, то есть нет, вот мне устраивает, когда я вечером пришел, сфотографировал все пробки, в этот же вечером отговорились, на следующий день я письмо упаковал, все, сходил и отправил, то есть я вот это вот тягомотно, вот это месяц, ну и конечно же, когда там те 20 человек говорят, у меня все есть, у меня все есть, ну я тоже как бы не так давно коллекционирую, так давайте я все эти пробки уберу, чтобы мы следующие посмотрели пока этот, продолжаю болтать, вот, соответственно, я не так давно коллекционирую, у меня, соответственно, много пробок нет в обмене, соответственно, те, что я предлагаю, людям тоже в обмене не нужны, даже есть какие-то определенные, там, старые российские, ну как старые, ну, начало там 2000-х, 2012-х, русские фирмы, у всех они, в принципе, есть, вот это у нас письмо будет из Новоуральска, по отмену, посмотрим, что тут, я, я не очень помню эти посылочки, что там, где там, у меня еще есть одно письмо, оно тут тоже рядом лежит, я вот не знаю, все это в это видео класть, или не в это видео класть, ну, тут такие, кстати, пробочки по, у них тогда даже постарее, сейчас я все успакую, вам покажу, ну, вот так вот можете посмотреть, я не знаю, видите, нет, наверное, ничего не видно, сейчас мы все успокоим, давайте вот такая вот, глаз, я не знаю, не знаю, вроде какая-то не очень часто попадаем, попадающийся коктейль, это в этот раз я менялся с тем человеком, которым я уже менялся, то есть те люди, с которым вы менялись, ну, просто может сохранить себе контакты, если как бы вас все устраивает, или если люди там вас не подвели, то есть просто им потом можно писать, также спрашивать, не появилось, ну, там, раз в три месяца там, не появилось ли у вас ничего нового, вот, и, соответственно, может у кого-то что-то появляется, и, соответственно, можно их поменяться, вот такая вот горилла, я таких горилл не встречал, вот, черненькая, прикольная, там моры, нарзан, в каком-то случае, в хорошем сохране, нарзан, вот этот Амстердам прикольный, у меня есть такая же, жестокая, там просто написано Амстердам, там нет вот этого премиум, бир, ну, и вот какие-то тоже две более старые такие, но я вот этому человеку вроде положил парочку, каких-то там, ну, более современных, но таких, которые не часто попадаются, ну, и вот тут одна такая, о Кампи Каменскуральский, ну, эти вроде пробки не очень частые такие, я говорю, я сам-то не во всех пробках разбираюсь, какие частые, какие нечастые, вот, посмотрите, вот эти, в общем, пробочки, это у меня второй обмен, ну, и давайте, наверное, еще одно письмо распакую, я уж, это видео, короче, получится долго, я даже не знаю, сколько, минут, наверное, 20-30, в общем, это все продолжение этого видео по обмену, просто у меня тут первый раз закончилось место, второй раз всякие другие эксцессы, ну, вот, я решил эти пробочки, это не обмен, это вроде покупка из из какого-то города, в Санкт-Петербург, походу, давайте посмотрим, что это такое, просто решил сделать видео подольше, порядка, порядка, наверное, 20-30 минут оно получится, ну, а здесь я все говорю по обмену, так что меняйтесь, ищите, с кем обменяться, мне тоже, кстати, на канале писал парад человек, но, к сожалению, меня там вроде как ничего не заинтересовало, о, что тут у нас вообще, я даже не помню, какие пробушки я покупал, какие я не покупал, ну, вот эти, балтик у меня положили, что ли, так, давайте, короче, давайте смотреть, патра, родной вкус, норм, сокол, норм, какой-то этот, ржавенький, сокол, морм, степан разин, другие буковки, там, какой-то комбинат, пивоваренный, бакалар, у меня другой, черный, степан разин, бадаевская, вот такой у меня нету, прикольно, прикольно, десант, сильное пиво, тут написано, у меня есть десант, три штуки, там, две белых и одна другого цвета, Сан Мигель, вот такая вот, ну, и ярпил, вот такая у меня не было ярпила, надеюсь, это не новое, напечатанное, ну, вроде не особо похоже на новых, не знаю, непонятно, ну, вот эти, видно, что патра старенький, вкусной, вот такие два безалкогольные, от которых одни воспоминания, мне кажется, остались, вот смотрите, подгнили нехило, дожди и ветра, их, их, короче, не пощадили, не помню, я вообще такой покупал, или он мне просто так положил, но, если честно, вот такие я не очень собираю, то есть, когда уже тут все, какие-то воспоминания, я люблю, когда пробочки нормальные, пусть они, пусть их меньше, но уж, когда тут такое, вот я бы, кстати, в обмен, кому-нибудь такую положил, кто бы попросил, я бы, положил, не просил бы за нее, пробку, а просто положил, потому что она, такая уже ушатная, можно сказать, но вторая, это то же самое, в общем, что хотелось бы еще сказать, в общем, вот так вот, по обмену, я хотел вот большое видео записать, про обмен, рассказать, как я меняюсь, какие со мной случаи были, почему мне надоел обмен, потому что вот долго это все, это вот тягомотина, вот это вот на неделю, на 2-2 недели, месяц, вот это ждешь, все, когда пришлют эти фотографии, когда выберут эти пробки, да даже вот я стараюсь потом всегда выбирать, то есть, всегда мне присылают, обычно выбирают, и я уже потом посмотрю, сколько выбрали пробок, и я, соответственно, выбираю такое же количество, вот, то есть, а потом бывает пришлют, у меня все это есть, там, то есть, ну, то есть, тоже сразу спрашивайте обменник, чтобы вы знали, там, есть у вас эти пробки или нет, потому что вас выберут, вы их там отберете, положите, сфотографируете, пошлете, а вам скинут обменник уже потом, в котором, например, пробок вообще никаких, которые вам надо, не будет, в общем, зачетное пополнение коллекции, вот эти классные пробочки, но это потому, что более старые, по сравнению с тем, хотя вот в последнем обмене, вот, который был, тут неплохие, неплохие были, неплохие были пробочки, ну, ладно, где-то они там, в общем, спасибо, что посмотрели это видео, до конца, ставьте лайки, помогайте развиваться каналу, ставьте дизлайки, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, что хотели бы увидеть на канале, какого видео, про что, о чем вообще, вот, буду, наверное, больше записывать, про пробки, дегустации, наверное, вообще уже не будет, вот, ну, все, всем удачи, терпения, здоровья, самое главное, всего самого позитивного, пока.